Крупногабаритный мусор заполняет внутридворовые территории многоэтажек. С десяток видео только за выходные отправили зрители Ирбиса. Кроме того, павлодарцы просят установить таблички на домах по проспекту Нур-Султана Назарбаева. Мобильное приложение продолжит выпуск. Уважаемая администрация города Павлодара, у нас очень любите переименовывать улицы города. Улица Кутузова сейчас ныне Назарбаева, но нету никакой таблички. Ни Кутузова-48, ни Кутузова-46-1. Основная улица. Почему нету на домах улицы и дома номера? Вот эта вот надпись сделанная сто лет назад. Кутузова-48 уже стертая. И все, ни разу здесь не было наклеено на новую улицу. Пожалуйста, повесьте таблички. Айманово-15, Химгородки. Вот тут вот у нас вот такая вот свалка. Образовалась еще с прошлого, можно сказать, года. И не вывозится вообще. Уже скоро будет подъезд у нас этот мусор уходить. Пока решается, кто будет вывозить мусор и цены, мы тут обрастем грязью и весь город течем. Вот такой вот у нас бардак в парке Павла Васильева. Никто не убирается, всю зиму вообще ни разу не убрали. И вот там вторая лавочка, тоже такая же картина. Сад Паева, 253. Тут же дети гуляют, с горки катаются. И тут вот такой мусор. Детский садик. И один, и второй. И двор. А это видео прислали жители дома по адресу Сурраганово, 10, дробь 1. Главное, мусорные баки все высыпаются, все это убирается. А вот здесь наваленные диваны и все такое прочее. Как лежало, так и лежит. А реально недалеко детская площадка. Вот такой пешеходный переход на Усолки, напротив кардиологического центра. Чтобы подняться, нужно держаться за заборчик. И дальше идем по горам. Никто не чистит его, этот снег. Так, спускаться здесь также нужно подержаться за заборчик. Палодар Энерго запретили, значит, тариф на электроэнергию поднимать. Так они обслуживание подняли. Ну, в принципе, не запретили. Но все равно деньги откуда-то надо брать. Продолжение следует... Продолжение следует...